Вы знаете, наверное, из всех моих покупок на коллекционную полочку, вот это вот занимает номер один. Коллекционный комплект для PlayStation 5 с игрой, который обойдется как две, к примеру, консоли PlayStation 4 со вторички в очень хорошем состоянии. Ранее вот таких больших коробок я, честно скажу, не покупал в виде коллекционок для PlayStation 4 или PlayStation 5. Но признаюсь, что вот показывал в одном из моих более ранних видео, вот такой Cyberpunk достаточно неплохой, обошелся что-то 70 баксов. А также в коллекции имеется вот не то чтобы большая кипа, но с десяток игр в таких картонных рукавах и какие-то необычные, в общем, издания. И вот, собственно, настало дело для вот такого вот большого красавца. На распродаже за него попросили, ни много ни мало, 200 евриков. На официальном сайте Bandai Namco его можно купить за 280. Из превьюшки, я думаю, вы уже догадались, о чем у нас пойдет речь и что за коллекционочка. Вот такой офигенский восьмой Tekken. Реально коробище просто огроменное. Где его можно будет приобрести, в конце ролика вам скину, покажу. Также можете зайти, там их еще просто валом. Заходите и покупайте. В этом шикарном комплекте у нас идет, получается, вот такая фигурка на 25 сантиметров главного героя. Премиум бокс, куда же без него. Стилбук, который, я так понимаю, исключительно идет в подобных комплектах. Диск, насколько я понял, в рукаве идет. Металлическая пластина, два стикера, кольцо, какая-то монета, насколько я правильно понял. И игровые карточки с персонажами, а также ихними какими-то нишечками. На задней части, ну, конечно же, идет представление самой игры. Я на различных языках. Здесь еще один главный герой. И, собственно, лицевуха. Смотрится вот так круто. Ну что, изымем такой картонный рукав и сама коробка. Да, хочется отметить, что вот этой бы покупки, собственно, не было без нашего сегодняшнего спонсора. Не знаешь, где выгодно приобрести игру в цифре или подписку PlayStation Plus на один год? Тогда на помощь тебе придет телеграм-сервис PS Game Store. Подписка, пожалуй, must-have для консолей PlayStation, поэтому, как минимум, ее стоит приобрести. Чтобы убрать какие-то сомнения, рекомендую сразу же заходить и ознакомливаться с отзывами от довольных покупателей. Поэтому магазин с демократическими ценами PS Game Store, ссылку на него я оставляю в описании и закрепе. Ну что, приступим к магии распаковки и посмотрим, что у нас спрятано в достаточно презентабельном боксе. И чем нас решили частвовать сегодня? Открыв коробочку, сразу же встречается вот такой, надеюсь, вам отлично будет видно, диск, как я и говорил, в рукаве. Боковой рукав классно впишется в мою коллекцию, которую я вам чуть ранее показывал. Распакуем его чуть попозже. Следующее, вот в таком же шкейсе у нас, в котором, по сути, больше-то ничего нет, стилбук. Стилбук металлический, ничего здесь сверхкосмического нет, на ровно два диска. Прикольно переливается противостояние двух главных героев, а также на внутренней части. Кто коллекционирует, я, честно, не большой фанат стилбуков, но все же, кто сечет в теме, то, наверное, это очень редкая и нужная штука. Следующее, что сразу же в коробке бросается, вот так вставлены у нас какие-то карточки. Но, честно признаюсь, я думал, они будут немного побольше. По карточкам, что хочется сказать, двухстороночка на главной стороне, типа как карты они сделаны, очень тоненькие. И на главной стороне у нас обозначаются какие-то характеристики персонажа, а также его преимущества. Ну, окей, такая прикольная штука, но я, честно, думал, они будут побольше, они будут прям размеров с игральной карты и, возможно, чуть покачественнее сделаны. Но это в этом комплекте не главное. Откладываем его немного в сторонку. То, собственно, заради чего и собрались. Вот такая достаточно массивная вещь. С персонажем. Коробочка пустая, нифига у нас нет. Отставляем его в стороночку, потом глянем, что у нас да как вышло по итогу в разобранном виде. Не знаю, как бы ее так аккуратно извлечь, чтобы она, чтобы тут ничего не повредить. И, кстати, спаяно очень хорошо здесь на клипсах, что не будет болтаться в процессе транспортировки. Реально запечатали ее просто достойно. Фигурка двухкомпонентная с боковым крылом. Телизация, конечно, просто шикарная. Это, знаете, там не какой-то Китай с Алиэкспресса, когда заказываешь там какое-то упоротое лицо. Тупо здесь реально все круто и качественно выполнено. Плюс, в этом же боксе у нас встречает вот такой мешочек. Честно, даже не знаю, что... А, здесь кольцо, по-моему, я же смотрел. Точно, кольцо. Прямо-таки радует, что подгадались тем, что его можно подстраивать под свой размер. И, кстати, хочу отметить, что внутри здесь гравировка Tekken 8. Не знаю, конечно, как долго она выстоит, но будем надеяться, что долго. И, опять же, материал не ясно. Будет ли он ходить или если он при первом контакте с водой, он просто поплавится и будет, короче, как окисленный кусок дерьма. Тут уже время покажет. Конечно, есть ли его эксплуатировать. Токены, монеты. А, одна всего лишь монета. Я чуть думал больше. Опять же, монета в металлическом исполнении. Об стекло, я думаю, вы слышите. С двух сторон. С одной стороны Arcade написано, со второй стороны Tekken 8. Монета для определения рандома. Последний у нас компонент, это диск. Но, я так понимаю, он не просто здесь, самое бичугарское издание. А здесь у нас в комплекте еще дополнительно будет металлическая пластина. Никогда не любил вот эти запаковки дисков. Хоть они и ставят здесь вот эти отрывные ленты, но пока ты ее нащупаешь, где тебе ее рвать, блин. Ну, очень-очень-очень плотно прям-таки. Есть. О, стикеры еще, кстати. Выпали вот два стикера. Также их кладем сюда. Потом все посмотрим скопом. Вот такая металлическая пластинка. Не знаю, честно говоря, зачем она. И прям-таки написано белым по черному. Made in China. Где здесь, что сделано в Китае. Нафига она, я честно, не совсем отбиваю дупля. Но окей, есть да есть. Покладем ее тоже сюда. Сам диск. Еще один раз упаковали его в отрывнуху, чтобы, видимо, человек, который это приобретет, чтобы он помучился с открытием этого всего. Это немного поддалось получше. Небольшой мануальчик. Enter your code, flash. Короче, какой-то код, я так понимаю, на Bandai Namco можно активировать. И Digital Content до 1933 года. Также можно активировать здесь внутриигровые бенефиты, так как это имеется Ultimate Edition. Я так понимаю, это там будут какие-то дополнительные персонажи или скины или еще что-то вроде. Согласитесь, что подобные комплекты приятно покупать. И тем более-то, ну да, цена не совсем дешевая. За этот прайс можно приобрести, к примеру, сейчас две консоли на авторичке PlayStation 4. Но все же ты получаешь офигенные эмоции от распаковки, а также, собственно, саму игру в максимальном исполнении. Те же Sony, если, к примеру, ты покупаешь там на старте какую-то игру, просят за нее по меньшей мере 70, а то и 80 евриков. Здесь же за две сотки ты получаешь охрененный комплект коллекционера. Поверьте, он со временем явно не подешевеет, а то и наоборот вырастет, если будет в хорошем состоянии. Относительно того, где его можно приобрести, я купил в Euronix. 199,99 евро. Поэтому, кто также желает себе приобрести вот это пиршество коллекционера, то заказывайте. Издание реально шикарное. На этом у меня все. С вами был канал Games Mafia. Не забываем подписаться на мой канал. Можем также подписаться на мою телегу. Ну, а я, собственно говоря, буду сейчас устанавливать Tekken 8 и наслаждаться геймплеем. Всем спасибо за внимание. Услышимся!